Экономика – основа качества жизни барнаульцев. Достижений достаточно в металлургии, производстве вагонов и оборудовании, оптике и электронике. По словам главы города, рекордно низкий уровень безработицы отмечен в прошлом году. Год от года становятся лучше дороги Краевого центра. В прошлом году работы велись на 48 объектах. Из них 34 – это дороги пригорода и частного сектора. Долгожданным стало завершение основных работ по реконструкции моста на новом рынке. Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе. Могу сказать, даже не как представитель дорожного направленности, а просто как человек, который сам за рулем передвигается. Город Банул точно в плохую сторону не выделяется по России, а по соседям, по многим, даже как небо и земля нашей дороги в городе выглядит. Тот факт, что практически во всех сферах жизни Краевой столицы есть прогрессивные изменения, отметили в Донгии уже после завершения доклада. А мэр сообщил, мы лидеры среди городов Сибири по строительству жилья, досрочно выполнили программу по расселению домов, признанных аварийными, до 2017 года, модернизируем и строим парки. Проблемный вопрос Барнауле – пассажироперевозки. За это критикуют. Но, по словам Вячеслава Франко, выводы делают и работу проводят. Администрация города заключила долгосрочные контракты на обслуживание 17 автобусных маршрутов. Контракт предусматривает приобретение перевозчиками нового пассажирского транспорта. При поддержке бюджета города до 2030 года планируется обновить четверть автобусов, выходящих на линию. Депутаты от разных фракций, обсуждая отчет, тоже упомянули о транспортной проблеме и не только. Депутаты фракции «Единая Россия» проехали на новых трамваях в качестве пассажиров. Впечатление положительное. Вместе с тем, в этой отрасли еще остаются нерешенные вопросы. Один из них – несоблюдение графика движения на маршрутах. Этой проблемой еще предстоит заниматься нашему комитету по дорожному хозяйству и транспорту. Несмотря на сложности, результат работы администрации виден в реализации программ, национальных и региональных проектов, которые выполняются своевременно и качественно. Достижений в разы больше. И этот факт отметили и руководители партийных фракций Гордумы, и приглашенные гости. Только коммунистическая партия воздержалась при голосовании. Остальные отчет главы города поддержали. Каждый год ставится задача увеличения заработной платы. Мы говорим о том, что сегодня действительно у нас заработная плата увеличилась, как и в предприятиях по экономике, так и в бюджетных организациях. В городской администрации создана комиссия по работе с участниками СВО, где мы разбираем очень сложные вопросы. Хочется поблагодарить Вячеслава Генриховича за его активную позицию, за его понимание, за то, что он неравнодушен к данной категории. Открытость к диалогу, умение слышать и слушать, далее понимание тех проблем, которыми живет общественная организация, как представитель населения города. Вот это все сегодня характеризует деятельность нашей администрации. Поэтому я, если была возможность поставить оценку, ну твердая четверка-то это железно. Кстати, что касается общественного транспорта в Барнауле, по словам главы города, уже в 2024 году в краевую столицу доставят 41 новый автобус. Их пустят по самым важным и нуждающимся маршрутам. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.